какие глобальные изменения и последствия может повлечь за собой коронавирус то есть какие могут произойти серьезные изменения в одном из предыдущих материалов я постараюсь ссылочку на это найти и дать вам я сказал о том что не всегда причина следствие вернее не всегда после значит следствие и не всегда то что кому-то выгодно является прямой причиной того что произошло на самом деле бывает наоборот сначала произошло потом кто-то поимел с этого выгоду я хочу чтобы вы это отметили и поняли для себя чтобы не подумали что я конкретно излагаю какие-то теории почему это я объясняю скорее всего не почему это произошло а что из этого следует и что из этого может быть вне зависимости от того возникло это все самопроизвольно или инспирировано какими-то силами последствия на самом деле и выгоды они будут в любом случае одинаковые и так а первое изменение численности населения за счет уменьшения численности пожилого населения но выгодно прежде всего государством которых велика социальная ответственность перед пожилой частью населения да это цинично но так оно и есть проанализировав эти последствия которые произойдут если вдруг действительно демография сильно изменится в плане уменьшение количества пожилых людей государства ну под государством данном случае я подразумеваю людей руководящих государствами могут сделать соответствующие выводы об определенных механизмах с помощью которых можно влиять на регулирование численности населения причем делать это так умно под прикрытием естественных совершенно причин то есть обусловливая и объясняя это все естественными причинами то есть это удобная на самом деле модель насколько это цинично не звучит на модель выглядит удобной для многих циничных людей находящихся во власти таких людей в разных государствах на самом деле много что можно часто замечать по тем высказываниям которые они отпускают по направлению к гражданам собственных стран второе что происходит и произойдет в связи с тем что такое глобальное потрясение во всем мире вызывает распространение корона вируса это выявление неких общих моделей управление поведением больших масс людей и даже всем человечеству да то есть на самом деле может оказаться что не так страшен черт как его молюют вопрос в другом вопрос в том насколько в информационном поле распространяется информация насколько она быстро распространяется насколько она точная какие именно делаются информационные вбросы а что ложного что истинного что сообщается что не сообщается и как это влияет на большие массы людей интернет в свое время сделал глобальные перемены в жизни и никогда мир уже как говорили не станет другим как он был раньше дико то есть мир намного труднее дезинформировать в плане того что скрыть какую-то там информацию давая лишь определенную информацию через сам телевидение в отдельно взятом государстве но или государствах но точно также глобализация интернета позволяет распространяться определенным видом информации в том числе мемом фейком и даже достоверным каким-нибудь информационным поводом довольно быстро и точно также не распространяться информации нужной забивая ее информации фейком вот это вот все будет проанализировано это будет большой опыт который позволит социальным со психологом социологом построить специальные механизмы управления моделями о поведении людей и управление большими группами с помощью информации распространяемый через интернет а то что люди реагируют определенным образом и действуют как бы направленно и управляемо это можно наблюдать очень даже запросто видя то насколько разносторонние информационные площадки часто даже оппозиционные друг друг к другу работают в унисон эта информация бывает не всегда ну правильные даже с точки зрения специалиста медика явно прослеживается некий политологический и социологический контент и контекст ведущие к определенному поведению людей например тот же самый карантин и введение чрезвычайных ситуаций она как бы обусловлено правильными мерами но может привести к тому что да и кстати она пропагандируется всеми и оппозиционерами и конце и людьми во власти находящимся в разных странах вот но когда направленным действием загнать людей в норы и вроде как бы это все правильно и не пущать вопрос только в том как потом это будет ослаблено и как потом это будет трактоваться потому что легко что-то запретить а вот потом обратно разрешить и открыть может оказаться довольно сложнее потому что действующим режимом такая управляемость может очень даже понравится ну как легко границы закрыть а как их потом открыть как легко загнать людей в дома и как это понравится может быть и оставить бы эти комендантские часы например для того чтобы вернее обосновать это тем что возможно второй круг инфекции 3 и так далее а потом если эта система будет отработана проанализированы и понятно как она работает можно будет такую тему с инфекцией сам запускать каждый год или каждые полгода понимаете здесь очень важный момент чтобы это не вышло из-под контроля и не стало очередным механизмом управления большими количествами людей что это будет подрывать демократические какие-то скажем нормы без всяких оснований то есть это будет использовано без без видимой своей причины внедряя неправильную и информацию ложную или даже не ложную а настоящую но например она будет серьезной степенью гипертрофии подана как в свое время это было со свиным сам гриппом с птичьим с гриппом когда тоже было шумихи довольно много это были первые пробные такие камни когда народ действительно был в шоке но потом выяснилось что вирулентность этих инфекций была невысокая смертность намного ниже чем от гриппа что собственно говоря и сейчас по некоторым данным подтверждается и относительно коронавируса в том числе что процентное отношение заболевших и тех у кого это повлекло летальный исход ну не критическое и получается что меры которые предпринимаются они с одной стороны недостаточны а с другой стороны избыточны то есть недостаточны они в том чтобы прекратить эпидемию и скорее всего конечно переболеют и абсолютно все вопрос стоит не в том чтобы остановить ее а в том чтобы ее замедлить то есть чтобы лавина больных не ломанулась в больнице вот единственное то что переболеют все это уже не подлежит никакому сомнению вот вопрос в том что это не настолько может оказаться страшным как это молюется то есть не сразу не так страшен черт как его молюют вот ну и собственно говоря такие вот информационные поводы они могут быть гипертрофированы ну и еще одна тема это глобальный экономический передел я сейчас объясню в чем дело дело в том что огромное количество материальных ресурсов и средств самопроизводства находится в руках маленькой группы людей которые составляют наверное на настоящий момент менее 1 процента населения которые обладают громадными состояниями и владеют практически что называется миром у них в кармане находятся даже политики но часто они и совмещают эти функции как глобальных собственников так и и весомых политиков вот так вот что нужно людям которые имеют много денег и власти до одного только еще больше денег еще больше власти для них уже деньги это не является чем-то что необходимо это уже игра в монополию из когда кидаются кубики делаются какие-то ходы приобретение идет какая-то игра для того чтобы выигрывать то есть интересно уже игра как таковая так вот для того чтобы выигрывать много а не по чуть-чуть нужны те места то есть те точки приложения сил где возможно получить сразу и много а это всегда что-то такое особенное если кто-то думает что нефтянка машиностроение нелегальные какие-то виды бизнеса криминальные виды бизнеса какие-то приносят огромные доходы да огромные доходы они приносят но это все равно локальные такие точечные доходы даже локальные войны они захватывают только какую-то часть где-то чего-то то есть они не ведут к глобальным каким-то переделам да там обогащаются люди миллиарды зарабатывают но это не триллионы на самом деле самые большие деньги одномоментно зарабатываются на фондовых рынках во времена каких-то катастроф во времена каких-то форс-мажоров вот тогда когда биржи колбасит тот кто обладает инсайдерской информацией может делать какие-то интересные игровые решения ну как игровые это для них игра и сразу зарабатывать огромное состояние для этих людей которые этим занимаются интересно то чтобы владел всем не один процент населения а полпроцента одна десятая процента то есть эти люди хотят у тех у кого тоже есть глобальные состояния эти состояния у них выиграть в этой игре это как карточные игры только ставки здесь другие и игра немножко другая и вот для того чтобы биржи колбасило глобально нужны потрясения не локальные в каких-то странах как например цунами где-то произошло вулкан там фокусима где-то война там в царе или еще там где-то в сирии нет вот потрясение которое захватывает весь мир тотально вот оно конечно обрушивает валюты делает какие-то то есть обрушивает какие-то индексы наоборот что-то происходит то есть об и обладание инсайдерской информации относительно куда что движется что падает и что поднимается могут в одночасье ну или не в одночасье сделать просто колоссальное состояние и перераспределить огромное количество мировых ресурсов совершенно по-другому завладев ими мне интересно ваше мнение интересно что вы думаете по этому поводу обязательно подписывайтесь на каналы на мои на мои ресурсы обязательно смотрите ссылки под этими материалами где я даю ссылки и на другие подобные материалы по данной теме и по похожим темам и обязательно делайте свои донаты по ссылкам которые тоже есть под материалами это позволит мне создавать эти материалы чаще нам общаться с вами чаще и качество материалов я обещаю будет расти от раза к разу будет лучше видео будет лучше звук будет все лучше всем пока до встречи м а 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 и а а Продолжение следует...